МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С вами программа «Язык духовный стержень народа», созданная при поддержке областного управления по развитию языков. Здравствуйте! Сегодня мы говорим с нашим гостем в студии, Галиной Алексеевной Облаевой, ведущим специалистом областного центра народного творчества. Здравствуйте! Здравствуйте! Галина Алексеевна, вот все-таки народное творчество, насколько оно сейчас все-таки развито, и насколько сейчас его все-таки приветствует современное поколение? Ну, во-первых, я хочу сказать про наш областной центр народного творчества, как сейчас он называется, архивов и документаций. Вот. Есть такая организация в Уральске, которая непосредственно занимается организацией проведения областных мероприятий, для, скажем, где охватывается вся наша, как бы, областная культура. Во-первых, коллективы народного творчества разного жанра. То есть для этого проводятся областные мероприятия. То есть вот в рамках 25-летия независимости Республики Казахстан проводятся мероприятия, фестивали Айтыса Акынов, фестивали, вот недавно у нас на днях прошел, то есть празднование, в рамках празднования 175-летия Мухита Миралеева прошел конкурс республиканский «Аншлер» и «Термишлер», то есть где были задействованы молодые исполнители народного творчества. То есть народное творчество у нас вот охватывает, наш центр народного творчества привлекает как работу с молодым поколением, то есть у нас вот проводится конкурс «Балдаурен», ежегодный, ставший традиционным, из которого как бы вырастает молодое поколение народных артистов. То есть они у нас не просто вот как бы едут и занимают на республиканской и даже на международном уровне, то есть это хорошие показатели для народного творчества. То есть у нас растет потенциал народном творчестве. И надо сказать, что по области у нас в этом вот на сегодняшний день, если в рамках 25-летия независимости республики Казахстана, как выросла самодеятельность. На сегодняшний день у нас 83 народных коллектива и образцовых, то есть имеющие звание народный и образцовый. То есть это практически профессиональное творчество. То есть здесь и костюмы, здесь и репертуар, здесь, значит, и организация поездок, то есть и выступление, участие в конкурсах. То есть молодежь растет, и самое главное, у молодежи есть интерес к народному творчеству. То есть это как к фольклору, как к хореографии, как к народному творчеству, непосредственно к козительству. Айты сакынов у нас очень популярный этот жанр. Вот. И тоже становится, стал у нас как бы традиционным и ежегодным. То есть как среди младшего поколения, так и старшего поколения. Вот недавно буквально совместно мы проводили мероприятие для ардегер пожилых людей. И как наши пожилые люди активны, забывают про свои болячки, забывают про все, идут, поют и даже танцуют. То есть эта духовность возрастает, и потребность в этом, понимаете, у людей есть. И мы, естественно, проводим мероприятия традиционные, ежегодные. Это и наурис, который стал у нас, если раньше мы проводили его как народный праздник, то теперь это государственный праздник стал, понимаете, в рамках государства. И это очень приветствуется в народе. И то есть желание у людей есть участвовать. То есть можно сказать, что народное творчество, особенно устное, оно сейчас возрождает? Возрождает. И устное, и инструментальное творчество, игра на дамбре, то есть народный инструмент. Это у нас мы каждый, вот сейчас и, допустим, и семейными даже, у нас пай-пай, вот Келлендерай недавно прошло мероприятие, где снохи, где показывали традиции, и убожение к пожилому поколению. Вот. И очень хорошо проходит и очень приветствуется население. Вот как раз вы затронули 25-летие независимости. Вот сейчас в канун праздника, и в сам день праздника все-таки будет проводиться много мероприятий, торжественных, культурных. Вот расскажите, как сейчас у нас в области, и в частности, центром ведется, насколько большая подготовка вот к этому празднику, самому главному? Областной центр народного творчества, он ежегодно проводит большие мероприятия, мы проводим масштабные мероприятия, даже, я же говорю, на республиканском и международном уровне. То есть, естественно, это готовится и репертуар, и сценарии, и методические рекомендации. То есть, у нас мы же непосредственно, область у центра народного творчества, мы же работаем непосредственно с сельской местностью, с районными отделами культуры. То есть, мы готовим репертуар, мы подготавливаем сценарные, то есть, предложения нашим коллегам, которые находятся в районах, и предлагаем варианты, допустим, проведения тех или иных мероприятий. Естественно, принимают они или что-то добавляют, это уже каждый режиссер, но мы, тем не менее, методическую помощь оказываем. Также мы, знаете, проводим семинары, практикумы для руководителей коллективов, приглашаем на базе областного центра народного творчества, приглашаем специалистов, допустим, с музыкального колледжа, с института культуры, то есть, проводим семинары, то есть, совещания, то есть, общение происходит непосредственно, что и как можно организовать, то есть, общим, и как это на высоком профессиональном уровне, чтобы у народа был интерес к этим праздникам. И у нас все-все-все методы, то есть, как методическое, так и практическое, то есть, приглашаем на практике, показываем, как это, допустим, сценарное, то есть, как это написание, то есть, у нас постоянно идет непосредственный контакт с районами области и привлечением также руководителей, допустим, проводим семинары, практикумы для руководителей, хоровых коллективов, бокальных групп, для руководителей оркестров, народных инструментов, для руководителей театрального жанра, допустим, у нас очень развитый в области театральный жанр, у нас два театра, русский и казахский, то есть, у нас есть, как бы, что и как показать, и что, чему, как научить, как это правильно будет. То есть, народное творчество и культура, они сейчас переживают расцвет, если так можно выразить. И это очень хороший показатель, потому что, действительно, у нас коллективы не просто как вот, мы их считаем самодеятельным, но они уровень профессиональный, то есть и костюмы, и репертуар, и сценарная подготовка, все на высшем уровне, и стараемся, чтобы, конечно, вот молодое поколение, как бы, у нас сейчас, я говорю, институт культуры, кует кадры нам, как бы, и есть потенциал хороший. Вот скажите, пожалуйста, если городские творческие коллективы, мы более-менее знаем по праздникам, по выступлениям, как стоят дела все-таки на уровне районов, сел, с культурой? В районах, вы знаете, у них стоит неплохо, хорошо, потому что, я говорю, они, мы, как правило, вот годовой план в начале года утверждается, и по плану, районы к нам приезжают, они уже знают наш, как бы, годовой план, и они уже готовятся. То есть они на местном уровне отбирают, проводят конкурсы, также организуют свои, также у них в районных центрах есть метод-кабинет, также они оказывают методическую помощь, и также проводят большую работу по также выявлению и приобщению, если есть талантливая молодежь, или там талантливый пожилой человек все равно старается его привлечь. Также в районах идет активная работа, и это все благодаря взаимосвязи, то есть у нас связь непрерывна с районами, то есть мы постоянно, и у нас каждый район в областном центре народного творчества закреплен за сотрудником, то есть и мы, как бы, осуществляем кураторскую работу, кураторскую помощь, если проведение какого-то, допустим, творческого вечера, потому что у нас очень много, допустим, самодеятельных композиторов, потом самодеятельных певцов, или, допустим, поэтическое творчество, айтысы, вот по Акыне есть, и проводят творческие вечера, то есть совместно это все мы стараемся как бы провести. И придется богатая культурная жизнь. Богатая культурная жизнь, и это непосредственно, и это систематично, это не от случая к случаю, а это регулярно, систематично, и то есть все последовательно. И поэтому все районы, как правило, они все принимают хоть один, два, хоть сколько там, но представители обязательно есть с района. В наших мероприятиях, вот в конкурсах, в фестивалях обязательно присутствует. Каждый район старается прислать своего участника, или там свою команду, или там, допустим, ну обязательно, или свой коллектив, допустим, выставить, что действительно с хорошим каким-то номером, или, в общем, постоянная работа осуществляется. А самородков много? Как вы находите таланты? Вы знаете, в каждое время, как говорится, рождается свой гений, наверное. И так же это и культура переживает. Где-то, конечно, есть какие-то, допустим, затихает какое-то творчество, где-то, наоборот, вот, например, у нас жанр хореографии. Настолько он популярен и развит, что вот ребенок не успел родиться, он уже хочет танцевать, вот понимаете? То есть вот жанр именно хореографии сейчас, жанр вот именно поэтический, то есть поэзия вот идет, то есть может быть это то, что вот Айты Сакынов проводится часто, по-видимому, может быть, все-таки вот вещание идет, постоянное с телевидения слышанное, вот, и молодежь, может быть, слышит, и вот, по-видимому, это дает какое-то, понимаете, чтобы вот талант, его надо немножко как бы спровоцировать на творчество, то есть дать попробовать, а иногда, когда получается, и ребенок начинает, у него интерес, то есть у него начинается порыв, он хочет себя узнать, он хочет себя показать, то есть и вот стимулировать этот творческий процесс. И это вот благодаря вот проведению мероприятий, это вот, я считаю, что способствует развитию творчества. Ну, как говорится, бездарность сама пробьется, а таланту надо помогать. Помогать, помогать обязательно, потому что говорят, что вот даже, вот, Бетховен был глухой, говорят, что так. Не знаю, вот недавно меня это удивило, я говорю, а какую музыку он писал? Вот понимаете, творчество, то есть, значит, гений он себя все равно проявит. Вот так. Ну, вплотную занимаетесь хоровыми коллективами. Вот насколько сейчас хоровые коллективы все-таки и популярны в народе, и насколько они переживают это тоже возрождение, становление свое заново? Вы знаете, хоровые коллективы области у нас стабильно работают, и наблюдается определенный рост, вот, что удивительно, знаете, потому что, чтобы сейчас собрать народ, то есть, оторвать от телевизоров, оторвать, особенно молодежь, от интернета, это, я считаю, что у нас хорошие сейчас руководители. То есть, этот человек должен быть интересен, чтобы привлечь массу, не просто там 2-3 человека, а хор, это хотя бы 30-40 человек. То есть, и тем более, знаете, как, не просто, допустим, одноголосие спеть, а дать возможность, допустим, услышать свой голос рядом стоящего, это двуголосие, трехголосие, это, то есть, гармонию услышать. И это большая заслуга, я считаю, наших руководителей, вот, по районам. У нас 5 народных, имеющих звание народных коллектив, то есть, это на профессиональном уровне. И тоже там, вот, знаете, разные возрастные, то есть, это и среднее поколение возраст, и старшее поколение хора, ветеранов войны и труда, то есть, они всеми, они говорят, мы дома вот болеем, у нас давление там, это, то, сё, приходим на занятия, она говорит, мы, говорит, забываем про свои болячки, про давление у нас, вот, самое главное, мы общаемся, мы поём, и всё, мы уже вышли с занятия, мы уже не, уже и не болеем, вроде бы давление в норме. То есть, вы понимаете, это вот коллектив, он как бы организует, сплачивает и в то же время оздоравливает. И поэтому, вот, хоровые коллективы, я не знаю, мы вот проводим регулярно смотры хоровых коллективов, раз в три года у нас, как областном масштабе всегда проводим. И также, вот, ежегодно семинары, практикумы для руководителей хоровых коллективов и вокальных групп, то есть, мы раздаём методические, то есть, рекомендации, и также мы с ними обучение проходим, если на базе вот Института культуры, на базе музыкального колледжа, какие-то новые методики, где-то новый какой-то репертуар. Вот, особенно у нас всегда, вот, в последнее время было с казахским репертуаром немножечко сложновато, но всё равно сейчас у нас уже выровнялось, потому что как-то, ну, мало аранжировок вот именно для хоровых коллективов, но сейчас уже с репертуаром у нас хорошо. Вот. Ну, сейчас у молодёжи растёт интерес вот не только же к классической музыке, но и к народной тоже. Вы согласны с тем мнением, что нужно больше популяризировать, пропагандировать это перед молодёжью, чтобы она больше втянулась в народное творчество? Да, конечно. Я и говорю, что молодёжь, она слышит, видит, и тем более, вот, я говорю, праздники народные мы проводим. Это на площадях города мы организуем, то есть и привлекаем, и организуем встречи с народными именно сказителями, именно исполнителями народного творчества. вот, непосредственный контакт происходит, и у молодёжи, естественно, они хотят попробовать себя тоже, а смогу ли я так, вот, например, или, и начинается всего с того, что смогу ли я так, и иногда это и вовлекается человек, и уже не может без этого. То есть у него возникает интерес. Самое главное – это заинтересовать и привлечь. Вот расскажите, пожалуйста, Галина Алексеевна, вот созданная программа для поддержки развития культуры, вот, истории, архитектурных памятников, всё-таки насколько она эффективной оказалась, поддержка культуры со стороны властей? Ну, вы знаете, это… Ощутимая она? Конечно, потому что, во-первых, у нас, вы заметили, обогатилась, как наша вот область даже, да, то есть это и открытие центра Кадыра Морзалеева, какое это большое. Потом малая ассамблея построенная, то есть там возможность развития, вот, в нашем, то есть проведения мероприятий и возможность вот каждых других национальностей. У нас очень много проживающих в нашей области, да, и эти коллективы сейчас имеют возможность, то есть у них свои вот, допустим, там, как бы комнаты, они вот малые ассамблеи вот народов Казахстана. И они также вот участвуют в наших мероприятиях. И, то есть каждый свой репертуар нам подготавливают и, ну, показывают творчество своё. Тоже разного жанра, как вокального, так и песенного, песенного вокального и хореографии. Ну, то есть коллективы очень, ну, как бы выросли и новые образовались. Потом, знаете, и материальная база способствовала этой костюме, костюме, новые костюмы появились. То есть и, ну, соответственно, намного всё это улучшилось. Улучшилось. Всё-таки творческий, культурный Казахстан, какой он сейчас, вот, наша область, допустим? Насколько она богата, вот, культурная жизнь? Ну, во-первых, к нам вот сейчас приезжает много исполнителей из других, вот, взаимообмен идёт. И наши выезжают, то есть за пределы как области, так и Казахстана. И, как правило, наши вот участники, участвуя в различных мероприятиях, да, показывают свой уровень. Они приезжают всегда с победой, или гран-при, или первые, ну, в первой тройке всегда наши, ну, участники. То есть это уже говорит о том, что уровень культуры у нас на довольно-таки высоком уровне. Вот, и это всё мы видим и наблюдаем. И самое главное, говорю, растёт интерес, и то, что общение происходит вот между областями, областями, что наши общаются, выезжают артисты. И то, что вот проводят вечера различные, вот, я говорю, творческие. Тоже это взаимообмен идёт. Ну, вот вы работаете с разными слоями, возрастами населения. А вот расскажите, пожалуйста, как вот ведётся, например, кружковая работа со школьниками тоже? Ну, вот со школьниками у нас с областным центром народного творчества проводится, во-первых, мы Новый год организуем на Ёлке Акима. То есть где наши звёзды при Урале, скажем так, юные, как бы и дают отчёт перед своим, скажем, возрастной категорией, на ёлке выступают, то есть, и показывают свой мастер-класс, что называется, вот. У нас проходит ежегодный Балдаурен-конкурс. Это вот именно детского творчества и также по разным номинациям. То есть это как хореография, эстрадный вокал, то есть это также бывает художественное чтение, поэзия. Ну, в общем, вот это стало ежегодно. И, как правило, тоже ребята, занявшие первые призовые места, едут на республиканские конкурсы. И, как правило, доказывают, что действительно они у нас призёры. То есть дети втягиваются. Втягиваются. И это очень нравится. И самое главное, вот сколько мы проводим, и интерес не угасает у детей. Есть желание, есть участвовать в желании, и есть. Вот, и мы ежегодно проводим. А нашему вот уральскому ребёнку есть куда пойти? Какие-то кружки театральные, либо ещё какие-то музыкальные? Много их? У нас в области, во-первых, в городе, есть музыкальные школы, где непосредственно, вот именно что касается музыки и вокала, есть у нас вот хоровые коллективы и вокальные группы при школах. Также у нас в некоторых школах проводят как бы самодеятельные, видят, например, если педагог организует иногда там, допустим, какой-то вокальный кружок. Так вот. И вот, как правило, говорю, принимают участие в наших мероприятиях тоже. Если мы вот объявление даём, что принимают с города, у нас очень много участвует. Но мы вот, наша организация, областной центр народного творчества, наша основная деятельность, конечно, рассчитана на районы. Именно непосредственно работа с районами. Но город всегда у нас принимает участие. А сельские дети? Сельские дети тоже. Обязательно. Это вот именно у нас, я говорю, у нас центр... Но они заняты? Конечно. В районах также, при каждом сельском клубе, организуются, допустим, какие-то мероприятия, да, да, а также, допустим, если есть вот, если вот в клубе же всегда у нас работник культуры же работает, он имеет, как правило, образование, да, и, как правило, у нас всё равно в приклубе есть музыкант, допустим. И вот так же организуют, но они, работа у них идёт всегда совместно со школой, то есть непосредственно. И школьники, как правило, задействованы в мероприятиях. То есть они и поют, также и танцуют, и стихи читают, и также мероприятия и ёлки проводят, и всё прочее. То есть у нас талантливая молодёжь. Конечно, конечно. Ну вот если немного провести сравнение, вот когда в годы кризиса, ещё в 90-х, вот в конце, в начале тоже закрывались некоторые культурные учреждения, особенно в районах, в сёлах клуба и библиотеки. Насколько сейчас достигнут тот уровень, который был до всего этого, либо наоборот улучшилось намного. Дело в том, что вот я говорю, вот культура, да, она, как вам сказать, ну не боится вот какого-то, вот я говорю, если человек талантлив, он талантлив, понимаете. И его, как говорится, не страшно, поэтому мы всегда даже смеются, что вот, типа, поёшь, значит, ну не совсем может быть адекватен. Ну, что вроде бы так, ну, дело в том, что это любовь, пение, его не, ну, как ты, например, скажешь, не пой там, например, или не танцуй. Вот он хочет танцевать, и всё. Вот он, даже если клуб закрыт, всё равно же молодёжь придёт к клубу и будет сидеть, и будет, как молодёжь говорит, тусоваться около клуба. Поэтому хочешь, не хочешь, но всё равно клуб откроешь, хоть там и холодно было, и как это, всё равно молодёжь не ушла, потому что работники культуры всё равно, хоть и мёрзли, но они были на местах у нас вот, я вот знаю, потому что я сама вот работаю с 89-го года, вот, я непосредственно, вот, я ездила в районы, и вот мы как бы у нас, я говорю, как кураторы, вот мы проезжали по клубам, где нет это, но всё равно, вот хоть какая-нибудь, раньше была комнатка, но всё равно они там ютились, всё равно они пели, всё равно они там что-то мастерили, и, то есть всё равно было творчество. А сейчас, слава богу, у нас всё, возможности как бы нам дали, и в районах у нас прекрасное, то есть и сельские дома культуры, и прекрасные, то есть районные дома культуры дают возможность, то есть и костюмы шьются, и, допустим, готовится, вот я говорю, сценарный материал, и раздаётся также вот сельским домам культуры, то есть непосредственно, что как проводить, также их обучают в районных домах культуры, что именно как делать. И клубная работа ведётся. И клубная работа ведётся, поэтому это, это вот, знаете, взаимосвязь, это цепочка вот, то есть не прекращать, вот сельского дома культуры, они приезжают в районный дом культуры, допустим, там организуют, потом они обязательно отбирают, к нам привозят сюда, мы здесь уже их везём дальше, на республику. То есть уже, вот видите, это непрерывная связь. Поэтому у нас культура сейчас, я считаю, на высшем уровне. То есть культурный Казахстан, он развивается, развивается, процветает. И на высоком уровне. На высоком уровне. И вот куда мы, говорю, не поехали, приезжаем, всегда удивляются, какие у нас шикарные костюмы. Всегда, говорит, особенно народные. Вот я и говорю про народные костюмы, именно национальные, народные костюмы. Вот, очень красивые, всегда говорят, ой, как красивые, можно с вами сфотографироваться, то есть фотографируется, потому что это действительно красиво. именно национальные, казахский национальный костюм, русский национальный костюм. Вот у нас украинские, вот малые ассамблеи, какие, когда вот мы... Да, этносы. Этносы, как красиво. Вот скоро у нас мероприятия будут, опять, где будут все задействованы. И опять мы увидим всю эту красоту, и все это на сцене, как говорится, и воочию, что действительно это есть, и слава богу. Что у нас? Ну, в канун такой большой даты, 25-летий независимости, все-таки мы видим, что и национальная экономика, и политика, и культура, они возрождаются все, переживают новый расцвет, и, можно сказать, успешно взаимодействуют друг с другом, потому что одно без другого тоже все-таки невозможно. Но культура, она стоит все-таки выше всего. Культура, музыка, искусство. Спасибо за то, что вы уделили нам время, внимание, и так интересно рассказали обо всем этом. О клубной работе, о культуре, о нашем народном творчестве. Спасибо. Спасибо. А я напомню о том, что у нас была Галина Алексеевна Облаева, специалист наш, которая рассказала о культуре, народных традициях, о возрождении культуры, клубной работе и кружковой работе, и о том, насколько все-таки богат Казахстан в культурном плане. А у нас была программа «Язык духовности, и роженарод, созданная при поддержке областного управления по развитию языков». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова